открытые данные для социальных проектов меня зовут ольга я занимаюсь коммерческим направлением в теплице социальных технологий веду наши коммерческие проекты с различными заказчиками вот я очень рада что вы сегодня пришли и я очень призываю вас остаться на 6 часовую секцию когда мария моя коллега будет презентовать проект теплосеть это новый образовательный проект от теплицы мы еще нигде его не показывали и это будет очень интересно и оставайтесь полчаса времени но она будет потрачена абсолютно не зря модератором этой сессии сегодня будет чудесная елена никитина она представит наших спикеров и я думаю у вас будет здесь прекрасная секция мне очень интересно я буду тихонько слушать вас из коридора да спасибо большое ну сначала небольшая предыстория дело в том что когда мы собирали эту эту секцию мы как раз с коллегами из теплицы социальных технологий задавали друг другу один и тот же вопрос вот спрашивая себя а какие мы знаем нкао которые используют открытые данные вот и выяснилось на самом деле этих нкао было примерно 2 одна из них была теплица социальных технологий и тогда мы подумали о другом что на самом деле если нкао и открытые данные так далеки друг от друга вот а мы знаем на самом деле тех и других то может быть дело в данных они в нкао может быть просто эти данные немножко не в том виде в котором их было бы удобно использовать нкао и даже несмотря на то что они сейчас такие благодаря теплицы просвещенные они зачастую с этим не с данными не с этими технологиями справиться просто не могут и то что мы пытаемся навязать наш взгляд тех кто там программист эти кто аналитики и вообще тех кто привык к этим открытым данным нкао шкам который в принципе с ним никогда не сталкивается может быть это не совсем правильный подход мы решили сделать по-другому просто собрали четыре стороны вот двое наших участников это люди которые умеют работать с данными у нас там есть целый дата аналитик вот и целый социолог который умеет с ними обращаться но двое других участников это пользователи информации но точно не те кто обрабатывает данные точно не те кто сталкивается с открытыми данными поэтому у нас но у нас сегодня открытые данные для решения социальных проблем поэтому мы заходим с другой стороны мы заходим от людей мы заходим от проблем которые они решают и пытаемся понять вместе и с вами тоже каким же образом сделать так чтобы эта информация наконец-то начала служить людям они делали людей своими рабами итак сегодня у нас четыре замечательных человека наверно наверное я приглашу сразу вот наверное сейчас мне уже с моей отказывающей памяти понадобятся так значит а ну и сейчас всех по порядку вот значит пожалуйста петр иванов прям в том порядке в котором коллеги подтверждались проект ноль смертей это о том как снизить количество дтп как просто-напросто предотвращать либо людей борис литвяков с проектом с очень чудесным названием хорошие лавочки борис можно выманить сюда да да выходи вот к нам сейчас едет григорий сергеев неуловимый лидер поискового отряда лиза алерт наверно все про него слышали вот они с пробки вырвется до нас доедет вот и наконец павел опчинников мы еще немного говорить про пожары а этот человек который их одновременно мониторит и тушит вот ну регламент у нас такой же как у всех сейчас коллеги каждый расскажет о своем проекте минуточек на 7 вот и потом мы все вместе попытаемся обсудить какими же должны быть данные для них для нас для того чтобы что вообще мы можем сделать как мы можем помочь друг другу для того чтобы данные начали помогать нам ну передаю слово петру спасибо а вот какую штуку чтобы листать ну да да наш наш не половин григорий сергеев диза лерт третьим по счету но на самом деле с этого момента начнется настоящая реальная очень жесткая жизнь передаю так да так да здрасте меня зовут петра ванов вот я исполнительный директор фонда городские проекты или варламу максима каца социолог города вот и мы в январе объявили общественную кампанию ноль смертей вдохновившись шведской компании vision zero я даже не компания скорее программу существующие вот уже 20 лет успешно снижающая смертность дтп не только в швеции но и в голландии в америке во многих многих странах час латинская америка тоже значит обратилась к ценностям vision zero и целью мы задачи у них тоже что получается потихоньку но они примерно в такой же стадии как и мы вот только начали разговаривать но вот мы тоже начали разговаривать но получается что в январе а вот назвали ноль смертей впрочем мы думаем сменить название вот потому что все-таки английское понятие vision это как-то вот более про это будущее про какой-то смену парадигмы какой-то смену мышления но не знаю вот здесь можно дискутировать о том как должно называться пока называемся ноль смертей и хорошо идет а вот я расскажу про насчет опыт как раз той части нашей программы где мы работаем нами вот но сначала немножечко про программу вот например вот есть вот такие вот очень интересные данные времени данные графики а вот это три города графики взвешены по численность населения одного из трех городов ну и соответственно это численность смертей в дорожно-транспортных происшествиях этих самых городах от 2000 года до 2015 внимание вопрос на есть ли какие-нибудь гипотезы что это за города до москва здесь есть да определенно не петербурга нету это три разные страны три разных столицы швеции нету нет нету три разные столицы трех разных стран одна москва правильно а вот сейчас ладно вот вот так вот значит от москва это минск перевзвешено по населению минска то бишь 2 миллиона а вот это брюссель вот то есть брюсселя чуть выше смертность дтп чем в минске и в минске вот так вот обвольно это самая смертность снижалась после того как там местные общественники смогли донести до местного гаи ценности vision zero и они стали применять методологию снижение смертности шведскую да там отправили своих гаишников учиться организации дорожного движения в швецию в италию и вот вот такие замечательные результаты но москва вот как бы как бы вот так вот большая беда но при этом беда решаемая абсолютно вот как мы видим на примере минска да и как по социалистические граждане вполне себе справляются с этой задачей то есть тут не надо говорить что у нас какая-то другая культура не тот климат там и все что любят говорить когда говорят о том что какой-то западный опыт неприменим но вот вроде беларусь не сильно запад вполне себе все работает собственно чуй бы хотелось сделать у нас поэтому вот мы объявили нашу компанию ноль смертей наконец-то появился логотип мы очень гордимся вот он симпатичный а вот скоро у нас появится мерчендайз с этим логотипом но и в общем будет много всего прекрасного но чем мы начали делать до белорусы и шведы в один голос говорят что все начинается исследование все начинается с аналитики нам нужно понять почему у нас происходят дорожно-транспортные происшествия где они у нас происходят куда нам нужно направить свое внимание потому что vision zero это предельно локальная история про то как мы берем конкретные участки уличной дорожной сети на которых происходит дорожно-транспортные происшествия со смертельными случаями и тяжелыми травмами и работаем с этими участками но чтобы найти эти участки мы решили сделать карту а вот мы эта карта называется самый опасный перекресток можно ссылочку найти а вот значит ее нам помогли сделать наши коллеги из nextgiz такая замечательная картографическая компания вот они сразу вызвались нам помочь и вот собственно их интерфейсе мы это сделали сделали мы это в два шага первым шагом было выявление перекрестку потому что опять же шведы говорят что собственно перекрестки это источник дтп точки концентрации дтп потому что у нас встречаются соответственно под углом направленные потоки движения там соответственно возникают проблемы с видимостью проблемы с координацией участников движения но и дальше они как-то врезаются друг друга сбивают друг друга и происходят какие-то нехорошие дела вот мы сделали карту у нас есть все все перекрестки москвы и все дтп в радиусе 20 метров от центра перекрестка 50 и 100 метров но дальше мы поняли что рабочий радиус это 50 метров а вот потому что он действительно позволяет как-то внимательно посмотреть на происходящее и понять что же происходит вот мы нашли самый опасный перекресток в москве вот этот перекресток шипиловской улице каширского шоссе от картографировал данные гибдд с 2015 до по 2017 год при этом это как бы не то чтобы самое опасное с точки зрения смертности за эти три года все три человека погибло вот но с точки зрения травм он действительно самый опасный а вот у нас 21 дтп с травмами или смертями это много а вот есть например еще перекресток серийный убийца вот него как бы опять дтп 4 смерти то есть вот редко но метко а а вот зачем нам нужны эти перекрестки а это перекресток 1 владимирской улице зеленого проспекта вот совершенно не по вот да как бы там вот вот так все работает он не самый опасный но вот если учет там произошло то так произошло а вот значит это соответственно эти перекрестки нам нужны для того чтобы потом направиться их исследовать и разрабатывать проектные рекомендации по гармонизации движения и предотвращению все это безобразие а вот вот такой хороший инструмент мы там предложили своем твиттере муниципальным депутатам активистам там искать у себя какие-то перекрестки писать в суд гибдд типа там давайте там не знаю устанавливать лежачих полицейских или какие-то другие средства но в общем такой прикольный инструмент но дальше мы как-то решили повнимательнее посмотреть на наши данные поняли что возникает некоторая лажа а забыл сказать мы еще сделали алгоритм который можно вот на сайте nextgis посмотреть чтобы в любом городе можно было бы сделать то же самое выгрузить данные гибдд составить карту самых опасных перекрестков и дальше заниматься тем же самым у себя в городе чем мы в москве занимаемся вот но дальше вот мы внимательно посмотрели на данные вот например от городская семейная клиника дтп в городской семейной клинике или москва-река дтп посереть москвы реки вот ой 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 что-то не так а вот а дальше мы понимаем так это мы куда-то уехали дтп посереть москвы реки дальше мы понимаем что что ГИБДД не работает с этими геоданными. Геоданные выставляются вручную на планшете и просто от балды, потому что вот карточка ДТП, ой, 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 что-то не то. Вот карточка ДТП. Здесь содержится вся важная информация для ГИБДД, которую они анализируют. Но они не анализируют геоинформационную информацию, она им совершенно не нужна. При том, что как раз она-то и позволяет нам выйти с какими-то проектными предложениями, выйти с какими-то решениями для этих самых опасных перекрестков. Ну, вот, например, да, так выглядит таблица, тут есть интересные данные. Вот дальше, что дальше, да, вот последний слайд, да. Вот я предлагаю в данной ситуации, да, попробовать организовать хакатон по выправлению этих самых геоточек, исходя из косвенных данных, которые содержатся в карточках ДТП. Было бы действительно прикольно организовать российский марафон по изготовлению этих самых карт для других городов, потому что к нам уже несколько городов подсоединилось, ну, как бы хотелось бы, чтобы у каждого города был такой инструмент. Это вполне реально. Дальше хотелось бы действительно дополнить эти данные именно дополнительными факторами, в том числе разных вариантов OpenStreetMap, потому что, ну, когда мы работаем с карточками ДТП, мы видим одну информацию, да, мы не имеем информации о благоустройстве, о каких-то дополнительных средствах, типа светофоров, там, зебр и так далее, и так далее, и так далее. Как они влияют на происходящее, тоже хотелось бы узнать. Вот. И дальше мы могли бы прийти через это к построению каузальной модели дорожно-транспортных происшествий, на основании которой мы могли бы разработать policy paper, который бы содержал какие-то основные гайдлайны по снижению смертности в ДТП, которые были бы рабочими, в отличие от той стратегии снижения смертности, которая была принята в феврале правительством Российской Федерации, и где, как бы, ничего такого интересного не говорится, кроме того, что нужно ненавидеть нарушителей. А это, как бы, самый главный принцип Vision Zero. Никто не является каким-то там дураком, негодяем, злобственным нарушителем и так далее. Главная проблема содержится в инфраструктуре, и мы, собственно, с помощью данных можем выявить эти инфраструктурные проблемы, но для этого нам надо немного поработать с этими данными. Вот. Спасибо. Спасибо. У нас, похоже, один. Да, давайте вопрос тогда, но один быстренько. Здравствуйте. У меня быстрый тоже вопрос. А можно ли скачать с NetBis эту карту перекрестков? И она будет с масштабами? То есть... Ну, там, возможно, вы покажете, что это не мелкими масштабами, а просто точками, а потом увеличиваешься в крупном масштабе уже локально. То есть оно так будет. На самом деле очень хороший вопрос. Я его запомню на дискуссию, потому что это как раз вот та самая проблема с данными. Ну, на самом деле это просто точки, они привязываются к любой карте. Это тоже обсудим. Спасибо большое, Петр. Сейчас, да, сейчас хочу передать слово Борису Литвякову. Наверное, все вы так или иначе сталкивались с ситуацией, когда вы идете по городу, хороший день там или хороший вечер. Вот видите, прекрасное тихое место, и вам бы хотелось остановиться, посидеть, полюбоваться на всю эту красоту. Но случаются обычно две вещи. Либо вы хотите остаться в этом месте, но все уже занято, то есть все лавочки там, все, на чем можно посидеть, их уже кто-то облюбовал. Либо это чудесное место, но там негде сидеть вообще, там можно только стоять, потому что никто не догадался просто поставить туда лавочкой. И вы каждый раз идете и расстраиваетесь, что кому бы сказать, собственно, что вот сюда вот надо воткнуть, а здесь вот тоже как-то надо подумать о людях. Борис тоже заинтересовался этим вопросом, может рассказать то, что у него получилось с точки зрения данных. Всем привет. В общем, всем привет. Я вообще работаю аналитиком данных в команде по Counter-Strike, то есть спортивной аналитикой занимаюсь. Но у меня есть как бы такое хобби, это всякие исследования пешеходной инфраструктуры, просто по фану в чем-то поделать или участвовать в них, там данные вручную в том числе собирал. Ну, вы сами знаете, там популярная тема была одно время. И у меня есть один такой проект, который я сам придумал, реализовал его вначале вручную с группой волонтеров, а сейчас просто было нечем заняться и решил сгонять в Питер на Хакатон недавно. Умный город назывался. Ну и у меня давно была идея навязчивая попробовать автоматизировать вот эту штуку, которую мы сделали вручную. Вот, сейчас покажу, что я скажу. Можно пускать? Ну ладно, ничего страшного. Вот, наверное, вообще в идее просмотрим, не? Во, отлично, спасибо. Ну вот, короче, проблема такая, что сейчас скамейки ставятся просто каким-то рандомным образом. Вот примерно, например, одного исследования, в котором я участвовал, это метро Петровско-Разумовско. Да, вот мы видим, очень много скамеек выставлено, это такой большой транспортный хаб, но ими никто не пользуется. Вообще много людей вокруг, но они установлены фигово. Никто не пользуется. И такое часто бывает. Или вот другой пример, как раз, откуда все это, моя идея возникла, это украинский бульвар в Москве. Вот мой уважаемый джентльмен сидит, а его дама вообще не может присесть, потому что там не стоит скамейки. И такое часто возникает в месте. Вот еще одна дама сидит. И сейчас я расскажу предысторию, откуда это все получилось, почему я решил вообще это все запрограммировать. Вот. Вот, собственно, это место. И моя задача в рамках исследования было придумать, что вообще исследовать. И я такой посмотрел на скамейки, и мне показалось, что скамейки все время заняты. Ну вот я показывал предпосылки. Но это как бы на словах. А хотелось это формализовать и посмотреть, ну реально это или нет. Составили бланк наблюдения за скамейками. Вот смотрите, по горизонтали это скамейка 1, 2, 3, 4. По вертикали это минуты, да, в течение часа 0, 3, 6. И просто человек тупо обходит этот парк и раз в 3 минуты делает как бы снимок, да, что происходит на лаучке. Вот. И когда мы это собираем, взяли 5 солнечных летних дней. И чтобы проверить гипотезу о перегрузке, да, если в эти дни не будет там перегружено, то, короче, там все и так ок. А если… Нет? Вот. Так, график Вардьян, 5 лет назад делал. Короче, суть в чем, смотрите, вот. Мы видим, что есть время. Получается, вот есть какая-то зона, и там это процент загруженности, да. И получается, что где-то с 16 до 21, если вы туда придете, почти на река, вы не сможете найти эту скамейку, всего единственную свободную там среди 10. Либо они все будут заняты, либо будет свободна всего одна, которую еще фиг найдешь. Вот. Получаем, будут, что… Ну, которые хотели, что 10 скамейки. Вот. Не, я, конечно, объяснил. Так, ну и, короче, я написал пост ЖЖ об этом. И внезапно он занял топ-1 ЖЖ в тот день. Вот Варламов сделал репост, его репост занял первое место, а мой оригинальный репост занял второе место. Вот. Потом несколько газет мне написали, какие-то телеканалы. Короче, было очень весело. Попал в медиа, на конференцию съездил, бабла мне дали. Но ничего не изменилось на самом деле. Вот. И… Ну, я не расстраиваюсь, как бы, я упорный. И я думаю, ладно, предположим. Я, кстати, ходил в управную поддельную историю. Не успел сказать. В общем, дальше. Предположим, мы проверили то, что нужно скамейки, да, добавить. Но следующий вопрос. Куда поставить на практике? Вот я приду, мне скажут, давай, чувак, ставим скамейку. Куда? Я не знаю. Вот. И стал изучать эту тему. Вот всякие архитектурные, ну, эти архитектурные книжки читал, статьи. Кстати, очень мало вообще на эту тему оказалось. Сейчас вам расскажу. И вот одна идея, которую я нашел в интернете, это поставить передвижные стулья и посмотреть, куда будут сами люди садиться. Вот просто дать им этот стул. И не… Ну, в чем идея? Я купил на… Стой. Купил. Короче, я купил на Авито под 200 рублей. Мы поставили на этой группе. Вот. Просто стали наносить на карту места, куда садятся люди. Вот. Ничего не объясняю. Вот просто идет человек по улице, видит стул и садится на него. И люди берут и в разные места их ставят. И получаем вот что-то с цветами. Но идея в том, что есть такие точки, где количество людей, которые село в эту точку, маленькое. Всего один человек сюда сел. А вот сюда село типа от 5 до 8 человек. То есть вообще, по-моему, это красная точка. Ну, короче, вот есть места, что люди не сговариваются. Просто шел, ну, как я говорил, шел по улице, взял, поставил стул. Почему-то все время в это место они ставят. И вот таких мест несколько прям видно невооруженным взглядом. Вот таким эмпирическим экспериментом, да, видно, что вот есть хорошие места. Причем еще и сидят долго, видите, по 20 минут в этой точке. А вот в этой точке, например, плохой, она реально не очень прикольная. Мне всего там 5 минут посидел или несколько и ушел. А вот еще точка. Прямо на проходе какой-то мужик сел на минуту и сразу ушел. Ну, то есть не очень хорошее место, наверное. Не знаю. Что, я говорю, что так было. Вот. И теперь это такая предыстория, да. Вот прикольно получилось, там, пошуметь все дела, но я вот и съездил на Катон. И захотел это сделать автоматически, потому что на самом деле, мне кажется, это можно автоматизировать. То есть сейчас объясню. Просто поставить камеру, которая будет снимать, сколько людей там проходит. И в рамках Катона я поставил перед собой цель за один день научиться подсчитывать вот на вид, ну, сделать программу, которая будет подсчитывать количество людей, да. На сайт не очень сложно, все есть в открытом доступе. Просто надо с Google воспользоваться и там подставить коды, куда надо. И, короче, это я и сделал на Катоне. Вот. Ну, и после Катона меня сюда позвали. Почему? Короче. А, в призерах Катона. Значит, ну вот просто любая фотография, случайная фотография из интернета, выделяется, где сидит на ней человек. Дальше, да, мне еще помогала Ирина. Ирину я нашел в чате программисткам ночью перед этим Хакатоном. Она пришла, мне помогла. О, одна минута. Ну, короче, и просто вот в рамках Хакатона мне нужно было сделать прототип, да, показать, что это вообще возможно, что я могу это сделать. Ну, вот я могу. Вот она, оп-оп, видите, ее распознала. Все отлично. И, короче, идея в чем, что дальше мы берем открытые данные. Вот. Значит, ну, чтобы выявить место, которое, скорее всего, будет привлекательно для того, чтобы там сидеть, моя гипотеза в том, что я возьму… У нас есть открытые данные о том, где располагаются реки, где располагаются дороги, где располагаются магазины, всякие там парки, да, все это есть на OpenStreetMap. Мы взяли, значит, датсет и вот такую тему делают. Смотрите. Вот я просто беру, тыкаю вот так пальцем в место какое-то на карте, да, и для этого места автоматически я подсчитываю расстояние до ближайшего парка, расстояние до ближайшего супермаркета, водного, водоема, дороги и т.д. И тут можно представить много разных вот этих параметров. И дальше у меня есть целевой параметр. Количество людей, которые сидят на этой скамейке. Ну, либо, возможно, можно попробовать процент загруженности, да, вот этого места. Ну, не знаю, что-нибудь такое. Вот у нас есть целевая переменная. И как работает машина обучения? Вначале, ну, по сути, анализ статистики. Вначале мне нужно набрать, ну, условную тысячу вот таких записей, да, о том, что НАЦ33 в точке с такими параметрами, да, там сидело столько-то людей. Затем я набираю какое-то большое количество таких записей и строю модель, которая… Черт, ноль минуты. Ну, самое главное. В общем, строю модель, которая, как бы, я и на вход потом, вот она обучилась, да, изучила вот какие-то зависимости между этими циферками. Потом я подаю вот такой вектор, да, и говорю, короче, компьютер. Вот что, если, ну, скамейка установлена вот в таком месте, как вот с такими параметрами. Попробуй мне предсказать, сколько здесь будет сидеть человек. И на основе этого я строю прогноз, да, то есть насколько место привлекательно для того, чтобы там сидели люди. Вот. Ну, на самом деле довольно просто, по-моему. И вот весь мой проект одной картинки, короче. То есть тепловая карта, привлекательность для сидения, да, на основе этих факторов. Ну, вот. Это, да, вот важный момент. Я это, как бы, ну, я еще не научился такую тепловую карту строить, потому что я сделал видеораспознавание, я сделал построение вот этих признаков, но мне нужно собрать данные, чтобы закончить это исследование. Ну, то есть вот сейчас лето будет, то зима была, а сейчас лето. И когда я это делал. И хочу просто попробовать поставить камеру, собрать данные и вот такому способу обучить модель, посмотреть, что будет. Вот. Так что у меня еще данных нету. Это просто я, ну, какую-то картинку в гугле нашел, но чтобы отразить суть моего проекта, да, вот он весь в одной этой картинке в итоге получается. Ну, вот и все. Ну, и кому интересно, вот был американский исследователь, друг, это и Джейн Джейкбс. Очень крутой мужик, он на самом деле занимался с теми лавочек. Вильям Вайт, ну, может, кому интересно будет. Ну, и еще вот эти ребята тоже этим занимаются. Ну, все, вот. Вот так вот. Всем спасибо. Борис прекрасен. Я думаю, что вопросы мы к нему оставим чуть-чуть на потом. Ну, давайте. Ну, по сути, это проект, что следёл, да. Ну, по сути, это проект, что следовали. Да, я… В таком… Там вот… Общественные технологии, это у меня такое. Да. Ну, почему бы… Ну, ну, давай так надо… Ну, мне чтобы он неematовал, что следует ухудения, Ну, вы не за что-то увидите его. Да, да, да. … Коллеги, давайте сейчас перейдем к следующим темам. Дело в том, что сейчас первая наша часть была про проекты, которые могут себе позволить анализировать данные довольно… У них есть время на это, у них есть большой объем данных. Следующие два проекта отличаются тем, что у них нет времени ничего анализировать. И счет идет настолько на минуту, что ошибиться тоже нельзя. И в лучшем случае то, что они могут иметь, вот какие-нибудь, может, такие таблички и ни разу не развитую картографию, потому что надо, например, бежать в лес и все это искать. Как раз Григорий Сергеев, у вас же поискового отряда до сих пор отряда, ни на кого ничего, да, так и осталось. Вот, да, и расскажите, пожалуйста, еще и почему все так, и как это все происходит на самом деле. Это то, чего мы не видим, то, чего мы не знаем, то, чего мы видим, только одно говорящие название. Лиза Аберт. Здравствуйте. Имеет смысл говорить? Надо, да? Нет. Это для того, чтобы я понял. Здрасте. Значит, кто не знает, что такое поисковый отряд Лиза Альерт, для чего он… Я там прислал презентацию, я думаю, она не нужна. Значит, для чего он нужен? Люди пропадают, пропадают при разных обстоятельствах в городе, в природной среде. С этим должна бороться государственная машина при помощи тех инструментов, которые есть в наличии. Например, МВД и в случае, если это природная среда, МЧС. Далеко не всегда это происходит в том режиме, из той энергии, чтобы человека вернуть домой. И в итоге мы получаем цифры, как раз начиная про данные, которые будут примерно между количеством погибших в ДТП в стране и погибших в пожаре. И каждый год мы будем терять вот такие цифры. Людей, которых не найдут никогда. Что касается сразу перехода к истории с открытыми данными, мы не знаем точных цифр. Есть министерство, у которого есть монополия на эти данные. Его задача рассказывать вам, что все более-менее хорошо. И, соответственно, те цифры, которые мы имеем, звучат примерно следующим образом. Всего в прошлом году в России выходит человек и выступает перед российской газетой, которая является официальным. Пропадает, предположим, и там разные цифры. Если посмотреть за 10 лет, у нас будут цифры от 60 с чем-то тысяч пропавших до 120 с чем-то тысяч пропавших. При этом в той же российской газете мы прочитаем о тех же специалистах из МВД, что 80% взрослых и 90% детей находятся и возвращаются домой. Есть еще одни данные, что 20 тысяч человек примерно переходят из года в год, как не найдены из прошлых годов. И они стараются эту цифру не увеличивать. В чем проблема? Проблема в том, что эффективная статистика помогла бы нам искать намного эффективнее и намного более правильно. Например, если мы посмотрим на наших коллег в США, мы увидим цифры до миллиона пропавших взрослых в год и 800 тысяч детей. То есть фиксируется каждый звонок, и мы понимаем, что произошло, как произошло и при каких обстоятельствах. В итоге мы понимаем, что человек с вот такими характеристиками и такими заболеваниями, как правило, вот схема, по которой этот человек пропадает, и, соответственно, вот тот ресурс, который мы должны задействовать, чтобы его найти. Здесь у нас загадка. Мы не знаем, сколько у нас человек пропадает. Примерно половина пропавших – это старики, то есть это люди пожилого возраста, у многих из которых будет частичная или полная потеря памяти. Например, болезнь Альцгеймера, либо какой-то из видов деменции. Эти люди, которые пропадают, мы с вами не можем сказать, сколько из них пропало в природе, сколько из них пропало в городе. Когда эти люди находятся, у нас нет статистики по найденным. Через сколько дней они были найдены. Есть статистика только та, которую делает поисковый отряд Лиза Алерт для себя. Но это капля в море всех данных, которые могли бы быть. Еще, если говорить про данные, пропадает человек с мобильным телефоном. Представим себе город, прекрасный город Москва, и человека с диабетом, который может неожиданно развиться в серьезном ухудшении состояния, приводящее, например, к диабетической коме. История этой недели. Пропадает такой человек, у него есть мобильный телефон с собой, и он не отвечает. Семья в панике, и мы не можем узнать, где этот мобильный телефон. Потому что закон. Потому что нельзя определить местоположение человека с телефоном, если это не государственная задача. Если это террористическая угроза, экологическая угроза, можно. Если это угроза личности, нельзя. Можно, но через суд. Понимаете, да? То есть оперативный сотрудник должен пойти к начальнику отделения, тот должен подписать. С этим всем надо бежать в суд. И внутри этого суда можно получить разрешение, с которым надо бежать в бюро специальных технических мероприятий, где мы получим примерно и данное местоположение телефона. Но человек с вот этой диабетической комой вряд ли будет дожидаться этой истории. Вы... Можно... 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 Совершенно верно. Но 80% бабушек, 90-95% бабушек ходят с кнопочной Нокией. А у них нету GPS. Единственное, что можно сделать, можно включать, что мы рекомендуем программы, которые сами операторы связи продают там, где дети, координаты и так далее, которые могут помогать определять местоположение. В городе достаточно точно, но за городом позиционирование будет при помощи этих программ настолько неточное, что порой ошибка будет больше 10 километров, что мне для поисковых мероприятий категорически недостаточно. Мне нужно значительно более точные данные. И в общем и в целом сейчас операторы сотовой связи не в состоянии предоставить такие точные данные, потому что не устанавливают такого оборудования, потому что нет таких требований от государства. И, например, сейчас развивается система в рамках 112, когда мы звоним на телефон 112, наконец оператор может увидеть, откуда мы. Потому что представьте себе состояние оператора, когда ему звонит девочка и говорит, здравствуйте, я из багажника. А они знают, где она. Нельзя посмотреть. Нет, вот сейчас можно посмотреть. Но, опять же, если за городом, то она из багажника может оказаться за 12 километров от той точки, которую показывают. Это серьезнейшая проблема, которую технически устранить можно, но для этого должна быть очень большая политическая воля целой группы игроков. МВД, МЧС, Минсвязи и так далее. Ну, собственно говоря, я, наверное, все рассказал. Есть серьезная проблема с отсутствием данных. Есть возможность при помощи наличия этих данных спасти огромное количество человек и уменьшить количество ресурсов, которые в этом применяются, в том числе и государственных. То есть, в принципе, история, наверное, выгодна и для страны. Если бабушек имеет смысл для страны находить, это философский вопрос. Если что-то хотите спросить, я могу быстро ответить. Когда пропадает человек, мы выясняем все про него. Дальше мы выясняем характеристику его поведения. В рамках получения какой-то информации, то есть, например, вот у нас здесь ездит такой-то и такой-то автобус. Это те данные, которые мы должны сейчас получить. Если мы можем получить камеры из этого автобуса, если этот автобус оснащен камерами и так далее, и так далее. Но вот система безопасный город. В Москве это больше 150 тысяч камер. А, например, в городе Вязьма, к которому мы приезжаем на поиск, система безопасный город проанонсирована. Она классная, она работает. И там есть две камеры. Одна на городскую администрацию, а вторая на суд. Все. В Москве при помощи камер можно попытаться спасать жизнь. По крайней мере, выяснять, ребенок вышел один из подъезда или его вывел злой дядя. Бабушка, которая вышла, она в какой одежде? Что нам на ориентировке писать? Потому что она живет одна и родственники не понимают. Ну и так далее, и так далее. Сотовый оператор лишится лицензии в случае помощи нам. Имеется в виду именно вот в этом контексте. Выявление данных, да? Мы активно взаимодействуем совершенно по-другому. То есть, например, Билайн дает нам достаточное количество мобильных телефонов, с которых мы там прозваниваем, имеется в виду симки, с которых мы прозваниваем. И у меня вот там по России под сотню телефонов, которые оплачивают Билайн. Наша горячая линия – это Билайн. И так далее. Но с точки зрения определения местоположения конкретного человека, они не могут это сделать. В рамках закона нельзя. Вопрос. Я бы не стал его таким образом уточнять, будет ли это НКО или не НКО. У нас сейчас МВД не может увидеть, где телефон. И вот та система, которая сейчас есть на 112, это большущий прорыв, но он совершенно недостаточный. То есть, если вы сейчас позвоните в 112, оператор увидит, откуда вы это делаете. Но если оператор будет вам перезванивать, а вы продолжаете какое-то движение, оператор уже не видит. И у нас есть люди, которые находятся в таком состоянии, в котором они сами не могут набрать номер телефона. И мы не можем определить, где они даже теоретически. Можно лихо найти, нарушая законодательство. Каждый раз, когда полиция приезжает на поисковое мероприятие и быстро за час выясняет, это такая-то вышка и такой-то азимут, кто-то что-то слегка нарушит. Иван Иванович, который сейчас планирует в этой стране, у него такой-то номер телефона. Тогда можно. Но если это просто пропасть, то это не значит. Это как раз показатель, когда очень сильно наше поведение регулируется, к сожалению, нашими законами. Законы, которые мы создавали для того, чтобы отрегулировать жизнь очень большого количества людей, стали такими, что очень большое количество людей не знает, что делать с нашими законами. Но это мы там поговорим попозже, потому что как только начинаешь говорить об открытых данных, начинаешь натыкаться на то же самое. И сейчас как раз к нам придет Павел Овчинников, который в группе Добровольные лесные пожарные центрального региона, кстати, которых мы нашли через Фейсбук, пытаясь найти Лизу Алерт. Вот таким образом иногда находятся люди по интересам, потому что, правда, это очень больные темы. И я думаю, что то, что ты сейчас расскажешь, будет продолжать ровно то же, что было сейчас сказано про МВД, про все остальное и про данные. Добрый день всем. Ну, да, Гриша уже немножко рассказал про одну нашу большую проблему, я сейчас буду рассказывать про другую. Так, да, я из, ну, волонтер небольшой команды, которая называется Дворовольные лесные пожарные центрального региона. Собственно, чем мы занимаемся? Мы в основном работаем с другой напастью, это природные пожары. С ними, как правило, большинство людей не сталкивается, пока смог, типа, 2010 год, не накрывает большие города. Вот. Но на самом деле эта проблема есть, и она в нашей стране значительно по той простой причине, что на нее просто не выделяется социальных ресурсов. То есть, если МЧС более-менее хорошо работает по городам, по населенным пунктам, хотя в маленьких пунктах это уже все гораздо хуже, вот, то, как правило, пожары на природных территориях не контролируются никем. Хотя формально за это, за большую часть пожаров в ЧАЭТ МЧС. Поэтому мы, собственно, сосредоточены на этих пожарах. Мы занимаемся как тушением, так и обследованием, работаем с госструктурами. Есть у нас еще один большой проект именно по обучению, потому что профилактика и пропаганда, собственно, это наше все. Вот. И одно из основных направлений нашей деятельности это пожар на торфяниках. То есть, с нашей точки зрения, это один из наиболее опасных видов пожаров, которым меньше всего удивляется внимание. Не в последнюю очередь, потому что на последних стадиях такого пожара потушить их крайне тяжело. Собственно, вот, 2010 год это один такой хороший большой пример. Весь половина июля и весь август. Так, можно дальше. А, да. Вот. С открытыми данными мы сталкиваемся, в общем-то, по принуждению. Я никогда ничем подобным не занимался. Вот. Но мы не государственная структура. Мы никак не можем контролировать, что вообще происходит. При этом территории достаточно большие. Один из источников информации у нас о природных так называемой термоточке. То есть, тепловые аномалии, которые регистрируются с спутников. То есть, любой источник огня, который звучит достаточно сильно, если он попадает в параллёт спутника, даёт точку на поверхности Земли. Они регистрируются, НАСА выкладывает их в открытый доступ, их любой желающий может использовать. Вот пример. Ну, собственно, даты видите. Это Московская область. Например, неделю назад, солнечная суббота. Могу сказать, что вот по той территории, которую мы отсматриваем постоянно, это примерно тысяча на тысячу километров, ну, включая Питер, Москву, большую часть странной России, регистрируется вот конкретно за эти сутки, было порядка 14 тысяч термоточек, каждая из которых это, скорее всего, природный пожар. Ну, там есть редкие исключения в виде газовых факелов на предприятиях, но почти по каждой точке мы можем сказать, это горит трава, это горит лес, это неконтролируемое горение. При этом надо сказать, что чувствительность спутников не очень высокая. По нашей статистике, это примерно 10% от того, что происходит в реальности. То есть вот можете представить. Для Москвы это еще, кстати, хорошая ситуация. Вот видите, Смоленскую область на западе. Вот у нас примерно так же будет через неделю. Соответственно, у нас, как правило, это практически ручная работа, то есть группа диспетчеров, которую я координирую, каждый день осматривает вот эти вот точки, смотрит, что у нас творится по территории. Ну, и вот здесь у меня еще отдельно выделен торфяной слой. Мы, как правило, проверяем точки, которые попадают именно торфяник, чтобы уже на них реагировать, потому что, к сожалению, на все остальное реагировать у нас нет сил. Вот. С точки зрения, ну, мы потихонечку начинаем приходить к пониманию того, как это можно использовать автоматически. Сейчас мы начинаем думать о том, как, ну, вот сейчас это все экспертная работа. То есть сидит человек, который там пять лет занимается этими пожарами, каждый день, каждый день большинство точек осматривает, там, что было на территории, какая была погода, там, есть ли рядом населенные пункты, какого типа торфяник и так далее. К сожалению, к сожалению, таких людей единицы. И объяснить, как они принимают решения, они не могут. Сейчас мы пытаемся делать некую уже масштабируемую структуру, потому что понимание, что нас не хватает. Пытаемся понять, как именно работает алгоритм. В этом году у нас есть некий большой проект, мы пытаемся уже это все делать автоматически, но, скажем так, работы здесь достаточно много. Просто потому, что массив данный огромный. При этом, как бы, то, что мы делаем, это только совсем малая часть, что можно с этими вещами делать. Потому что это статистика по горимости. С этим можно идти в госструктуры, доказывать им, что на самом-то деле они ситуацию не контролируют, и все горит. Мы очень много добивались запрета сельхозпалов, но пока, вот, это, как бы, пару лет назад было хуже. Вот, то есть, пока вот так. Ну, наверное, следующий слайд. Второй вариант, с чем мы только-только начинаем работать, это спутниковые данные. Сегодня здесь, наверное, Аня Комарова на предыдущей панели может быть что-то говорила про спутники. Вот пример, вручную распознанное на заброшенном торфянике. То есть, это оперативный спутник среднего разрешения, Сентенель. Его ручную отсмотрел диспетчер, выделил на определенных спектральных каналах именно выгодевшее, отрисовал, передал нам именно уже для реагирования. Это, наверное, чуть ли не самое трудоемкое, что мы вообще делаем. Потому что, если точки диспетчер, там, с хорошей квалификацией, отсматривает за два часа, ну, такую, нормальную горимость, то на просмотр вот одного такого снимка может уйти там полчаса. А торфяников у нас, ну, только по центральной России, порядка трех тысяч. Вот. Пока вот мы идем к этому, потому что спутниковые снимки дают гораздо большее количество данных, чем термоточки. Ну, просто потому, что они более наглядные. Есть, конечно, то, что они не всегда показывают, но мы к этому стараемся идти. Хотя пока непонятно, как это обрабатывать автоматически, потому что задача трудоемкая. Даже на всех существующих ГИС-системах пока даже с точки зрения производительности это очень тяжело. Поэтому конкретно вот это вот только ручная работа. Вот. Ну, на самом деле я практически все закончу. Если есть вопросы. Ну, да, я немножко упустил на этот вопрос. Вопрос про то, как с данными у нас работает государство, это отдельная очень больная песня. Потому что, во-первых, это секретно. Во-вторых, люди, которые, в принципе, работают на земле, работают с этими данными, очень часто в них ничего не понимают. У МЧС есть очень хороший принцип – не создавать паники. Поэтому в случае масштабного ЧС, пока не будет, не знаю, там, гореть города, заволокили дым в Москву, это не попадет в СМИ. Мы можем ничего не узнать. Их это, кстати, сильно бьет самих, потому что они не могут привлекать ресурс на такие вещи. То есть одна из больших проблем, почему есть вообще проблема с природными пожарами. Они говорят, у нас ничего не горит. Соответственно, они не получают на это ресурсы и не могут этим заниматься. По поводу обеспечения, ну, еще один хороший пример. Например, у нас есть две большие ведомственные системы. Одна у лесников, и она абсолютно не стыкуется со всем остальным ГИС, который есть в мире. Потому что лесные планшеты 78-го года, которые не переведены ни в какие современные форматы и не оцифрованы, которые лежат в бумажном виде в каждом лесничестве, в интернете не существуют. Есть законы, которые обязывают Министерство лесного хозяйства выкладывать эти данные в интернет. В итоге документы они начали выкладывать, а всю картографическую информацию переложили в приложение, которое выкладывать необязательно. Мы с этим тоже уже бьем достаточно давно, но подвижки есть не очень много. При этом МЧС, которые тоже работают на территориях лесников, не понимают, где что находится. Люди, которые сталкиваются, ну, те же самые поисковики, тоже они, чтобы нормально общаться с лесниками, они должны знать нумерацию лесных кварталов. Хотя, как правило, когда к лесникам приходишь и говоришь им эти нумерации, они спрашивают, откуда вы это узнали. Ну, вот, это большая проблема, потому что лесники не взаимодействуют с МЧС, МЧС не взаимодействуют с лесниками. Как работают МЧСники на земле, это вообще отдельная песня, потому что на бумаге у них в каждом отряде есть навигатор, есть специальные люди, есть ГИС-отделы. В жизни, а вы выйдете к дороге, нас приведите, потому что давать им координаты, ну, в Московской области еще можно попробовать, где-то в регионах абсолютно бесполезно. Ну, да, это тоже одна из проблем. Еще одна из проблем с… Их нет в принципе. По закону все земли, которые считаются лесным фондом, должны быть на кадастровой карте. В каких-то регионах это как-то работает, в каких-то нет. Еще одна проблема – открытые данные всяких органов государственной власти. То есть у нас есть специальный процесс, когда человек в начале сезона сидит и из интернета выбирает телефоны глав сельских поселений, пожарных частей, районных администраций, что еще? Ну, местные активисты – это немножко другое. Но, тем не менее, эти данные очень тяжело получить. Они нужны в работе, потому что очень часто, когда ты работаешь на земле, тебе нужны конкретно эти люди. По закону тоже это все должно быть. Но оно в настолько неудобном виде, что как-то вот мы тоже пытаемся сделать этот процесс автоматическим, но по факту, по факту, у нас человек, отвечающий за информационную подготовку, сидит, делает это руками. Каждый год, при том, что это обновляется, меняется и так далее. Спасибо, коллеги. Друзья, давайте я вас всех сюда вытащу. Вот, и мы таки, давайте, мы таки поговорим. Потому что, как вы сейчас уже и сами начали задавать вопросы, и то, да, и та боль, которую сейчас делятся ребята, она, в общем-то, об одном, ну, точнее, о двух примерных причинах. Первое, что люди не могут скоординироваться между собой, они боятся признать проблему, потому что они знают, что ее решение принесет еще больше проблем. Начинать просто не хочется. Она такая большая, что, ну, начинать с ней бороться невозможно. А второе, все, кто говорил, все говорили про свою предметную область, и для того, чтобы вам с этими данными что-то сделать полезное, вам очень надо знать, с чем вы имеете дело. Тут Павел не сказал еще одну чудесную вещь, там, про эти лесничества и прочее. У нас есть относительная система координат, и это не широта и долгота. Это два шага от той сосны на север от сарая, который стоит где-то вот там. У нас есть такие системы координат, они ни во что не конвертируются никогда. Это тоже большая боль. Но при этом, смотрите, у нас здесь сидит человек, который занимается анализом данных, анализом изображений, который, по идее, может помочь с анализом спутниковых систем, у нас сидит человек, который понимает не только социологию, а в далеко идущих последствиях, и может понять, как обобщить большое количество данных, как сделать выводы, с чего начинать решать проблему, с какого конкретно перекрестка, и кого под это дело подтянуть. То есть разноплановые такие люди. У нас есть люди, которые в прямом смысле ходят по земле и постоянно, постоянно своими руками все вот это делают. Поэтому наша задача, самое главное, понять, каким образом нашим опытом, компетенциям, прочим, и в зал тоже мы вообще-то можем помочь друг другу. Коллеги, отдаю вам микрофон. Вот ту тему, которую мы затронули с открытостью данных. Мы здесь везде будем упираться. Когда мы чуть-чуть коснулись истории с видеоизображениями, которые есть в Москве, очевидно совершенно, что у департамента информационных технологий они есть, у МВД они есть, а дальше их нет. Та же самая история с картами. Это все замечательно, но если в одном сантиметре у вас почему-то поместилось 400 метров, то это гриф DSP для служебного пользования. Хотя, открыв любое устройство, вы можете увеличить, увидеть автомобиль в Гугле, в Яндексе, там где угодно. Но в общем и в целом законы у нас существуют в отрыве от современных технологий. Поэтому главный вопрос, он, наверное, не в рамках, он существует и в рамках косности государственной машины, которая не успевает, совершенно дико не успевает за технологиями. Вот тот прекрасный пример с лесниками, которые живут в своем мире. Они действительно живут в своем мире. И если говорить про данные, например, на примере Московской области, это выглядит дико смешно. Когда мы за год поискали 800 раз, МЧСники за год поискали 1000 с чем-то раз в лесу, а лесники поискали 600 раз. И все эти люди сидят за одним столом, и они могли бы искать одинаковое количество раз, если бы просто обменивались информацией. Вот поэтому, ну, наверное, наша просьба к современным специалистам – это помощь в учете и в выводах. Мне вот дико понравилась история со скамейками, потому что действительно на простых моментах можно сделать кучу выводов. Я бы еще хотел сказать такой момент, что когда речь заходит о наших ситуациях, о дорожно-транспортных происшествиях, с пропадающими людьми, с лесными пожарами, встает очень серьезный вопрос к государственным структурам и к данным, которые они производят и которые они используют. Это, собственно, вопрос целеполагания. Потому что, ну, вот, скажем, я не уверен, что у МЧС есть целеполагание, например, снижать количество людей, которые пропали без вести, снижать количество людей, которые потерялись, или там обязательно находить людей, которые потерялись. От того, что МЧС не найдет людей, которые потерялись, наверное, МЧС не сильно пострадает. Точно так же, как, например, ГИБДД совершенно не пострадает от того, что у нас снизится или не снизится смертность в дорожно-транспортных происшествиях. Ну, так же, как я понимаю, с лесными пожарами точно так же. Да, соответственно, предотвращение лесных пожаров в сущности не является чьей-то целью, кроме как общественных организаций. Ну, вот и вот возникает такая парадоксальная история, что вроде как у нас есть, да, некоторый общественный заказ и общественная потребность в данных, в работе с этими данными, в учете данных, в деятельности государственных структур, а дальше выясняется, что государственная структура-то этой задачи себе не ставит. Вот, что это проблема только для каких-то общественников, которые как-то пытаются понять, что с этим делать, потому что вроде как, ну да, но это же проблема, да, что люди гибнут в ДТП, это проблема, что у нас лесные пожары, это вообще проблема, что у нас люди теряются. Вот, и дальше здесь, вот, мне кажется, важным моментом является то, что надо каким-то образом ставить вопрос именно о качестве производимых государственными структурами данных и использовании этих данных, да, потому что, ну вот, да, когда у нас данные вроде есть, но дальше эти данные не могут использоваться для достижения какой-то цели, отличающейся от бюрократической, ну, это как-то немножечко странно. Вот, и вот у меня нету какого-то готового решения в этом плане, да, то есть я могу только еще раз обратиться к белорусскому опыту, да, когда они начали эффективно снижать смертность в дорожно-транспортных происшествиях, когда белорусскому ГАИ была поставлена задача снижать смертность, да, и, собственно, наличие погон у начальника ГАИ тесно было связано с тем, как качественно он этим занимается, да, и дальше уже ГАИ начало обращаться к общественникам, которые уже наработали какие-то методики в этой области, вот, и таки началась желаемая коллаборация с общественников и властных структур. Вот, но такое не всегда происходит, да, и, возможно, здесь важным является постановка вопроса о том, а как мы можем технологизировать процесс смены KPI властных структур. Вот большой вопрос, как это делается? Ну, я долгом и со вкусом ругал наше МЧС, вот, ну, все-таки, все-таки нам удается ситуацию сдвинуть, потому что, когда мы приезжаем на место, когда мы им показываем наши практики, это занимает огромное количество времени, потому что, вот, ребята из Greenpeace России этой темой занимаются примерно с шестого года. Они выезжают на места, ободаются с низовым руководством МЧС и с московскими, со всеми, они пытаются системно сдвинуть ситуацию. Сейчас мы видим, что она меняется, потому что у МЧС есть ведомственная система отслеживания термоточек. Она появилась, ну, не очень давно по нашим меркам, но она есть. Сейчас они начинают на них реагировать. Ну, другой вопрос, почему у меня на одни и те же даты, там, по Московской области, у них термоточек в четыре раза меньше, чем у меня, вот, на что они мне обычно говорят, что у меня точки американские, вот, а у них, видимо, отечественные. Но, тем не менее, они пытаются что-то делать. Там, они начинают использовать коптеры, начинают учиться работать с навигаторами, но надо понимать, что это очень длинная системная работа, потому что просто, чтобы заставить их что-то делать, чтобы они поняли, что их бездействие приводит к проблемам, о том, что им надо учиться, нам самим приходится прилагать очень большие усилия. Вот, это, как бы, не на один год работа. Я даже не знаю, когда мы сможем, наконец, расслабиться и сказать, что, окей, вот все, теперь система работает так, как мы бы хотели, но, тем не менее, есть прогресс. Можно я чуть-чуть добавлю? Самое эффективное, это, все-таки, не человек, который приходит за конкретную зарплату что-то делать. Если мы посмотрим, сколько у нас горит с гибелью людей в Америке в год и в России в год, мы увидим разницу в три, да, при том, что людей там живет больше в два с лишним, а горит меньше в три раза. Каким образом это происходит? Вопрос и профилактических мер, конечно, и самое главное, что большую часть США тушат добровольцы. Кроме мегаполисов, функция пожарной охраны возложена на добровольцев, которые на сегодняшний день сидят, работают бухгалтером, получают на пейджер, что надо вот сюда ехать срочно, он бежит, его работодатель отпускает. И единственный человек, который будет находиться на рабочем месте, это человек, который пригонит туда автомобиль и выдаст боевку. И, собственно говоря, таким образом решается проблема. Поэтому, возможно, наша задача не пытаться сдвинуть недвижимость, типа изменить ситуацию в МВД, в МЧС и так далее. Цели всегда будут другими, и даже если они изменятся в какую-то сторону, они тут же будут искажены, потому что таким образом, ну, я не знаю, это какое-то такое производство чиновничьей мысли. И каждый раз, когда у вас будет эффективная какая-то добровольческая инициатива, ФАИФ, который за это отвечает в государстве, будет считать вас опасной историей. Потому что вы вызываете какую-то конкуренцию, и по их мнению показываете их неэффективность. У нас прекрасное взаимодействие со Следственным комитетом, с МЧС, но не очень прекрасное с МВД, потому что МВД отвечает за розыск. У добровольных пожарных будет другое, у них будет столкновение с МЧС, потому что они на этой территории бегают. А вот эти ведомства, они будут воспринимать вот эту проблему, как некую собственность, которую надо оберегать. Оберегать от вот этих вот непонятных людей, которые своими несистемными действиями совершенно нарушают и творят безобразие, причиняют добро. Спасибо. Дело в том, что я тоже тот человек, который постоянно общается с фаивами. Я не бегаю по лесам, но я хожу по кабинетам. И могу сказать, что фаивы работают и живут, они живут не в реальном мире, они живут в мире, правда, бумаг придуманных. Они работают не с нами, законы пишут не для нас, они пишут законы для моделей людей. И они не очень понимают, как устроена реальная жизнь. Но при этом привести к ним вот таких вот людей, которые умеют и делают, довольно сложно, потому что они сами просто боятся. То есть у них уже такая защита, что они боятся взаимодействовать с чем-то из внешнего мира и начинают взаимодействовать только вот когда что-то случается. То есть пожар, стихийные бесты, все там, допустим, в Кемерово сгорело, все. У нас теперь все про пожары, значит, надо там поддерживать. Если там люди пропали, совсем у кого-то кто-то такой знаковый пропал, значит, у нас в тренде тема поиска людей. И так далее и тому подобное. Но в целом в ФАИВах тоже сидят люди очень увлеченные своим делом, люди, которые пытаются что-то сдвинуть. Но проблема в том, что что-то сдвинуть в ФАИВе требуется, чтобы начать с ним нормально работать, полтора-два года. Вот статистика у меня такая, там по десятку уже. Они сами иногда приходят. Росреестр пришел. Еще, кстати, смешная история с публичной кадастровой карты. Вот здесь говорили, что секретные сведения. Еще что-то там отдельно есть приказ, в котором написано, что секретные, при этом приказ ДСП, поэтому публичить его нельзя. И, в общем, сейчас Минэкономразвитие, наша армия и все остальное, ФСБ вошли в клинч, потому что ни туда, ни сюда. Но есть другая история. Дело в том, что публичная кадастровая карта, на которую вы можете посмотреть все вот эти границы, она доступна, типа открытая, не совсем открытая данная, но открытая информация однозначно. Только у нее есть лицензионное соглашение, в котором написано, что вы ее можете смотреть. Вы не можете ничего с ней сделать. Вот вы можете посмотреть, вы не можете даже рассказать по этому соглашению, где лежат какие данные. Вы не можете поделиться этой информацией, вы не можете срисовать там оттуда, списать, сделать личку, как у Барисы была, и кому-то ее отдать, потому что соглашение не разрешает. Это объект авторского права. Но объект авторского права – это может быть только карта, карта основы, вот эта вот картиночка, которая там нарисована на этом сайте. Ни разу ни точечки, ни данные. Помните, вы спрашивали, как скачать вот эту вот карту NextGIS во многих разрешениях, еще что-то. На самом деле то, что вы скачиваете, это всего лишь координаты той точечки. Это широта и долгота. Вы можете положить ее после этого на любую карту. Можете на NextGIS, можете на Яндекс, на Google, на OpenStreetMap, на любую коммерческую карту, и точка у вас окажется ровно там же, куда вы ее положили. Вот это не важно. Но вот эта вот картиночка, вот эта вот, это объект авторского права. Из-за этого возникает вот такая вот коллизия смешная. Но это тоже наша реальность. Иногда проще сделать все своими руками, не дожидаясь государства, а потом уже с ними повзаимодействовать, когда останется свободная минутка. Борис. Я вот хотел бы по поводу лесных пожаров сказать. Вот я просто в гугле написал, только что пока тут сидел, распознавание пожаров на карте. И сходу нашел, что есть алгоритмы, которые позволяют выявлять вот эти пожары. Ну вот то, что вы говорите, что вы это делаете, и много времени у вас уходит. И сходу нашел вот какая-то диссертация тут чья-то на сайте Киберлининга. Распознавание выгоревших территорий на основании спутников снимков МАДИС. 2012 год. О чем-то говорит. О том, что это уже есть методы такие описанные. Если чуть побольше погуглить, вы наверняка найдете, вы найдете уже готовое. Вот. И еще заметил, что МЧС выкладывали эти тепловые точки уже в 2011 году. И географический факультет МГУ пишет о том, что на тему пожаров, на то, что существуют такие алгоритмы. Это очень простая задача. Потому что черное пятно, оно явно выделяется даже на глаз. Поэтому погуглите эту тему, получишь. Спасибо. Ребята, и пока я несу микрофон, я хочу сказать, что то, что очевидно и просто для Бориса, и диссертация, это та самая вторая проблема, что людям еще надо найти взаимодействие между людьми, чтобы тот, кто написал этот диссер, смог помочь наконец Паше. Я тут немножко встряну. Я была спикером в прошлой секции. Меня зовут Анна Комарова. Я работаю в отделе ген-информационных систем и исследований Greenpeace России. И кроме того, я кандидат биологических наук. Я защитила диссертацию по распознаванию растительных сообществ на космических снимках. Раз уж зашла тема про диссер, я хочу сказать, что то, что в диссере далеко не всегда реализуемо вот в таком оперативном режиме, потому что алгоритм, который вы нашли, он разработан в ИКИ, он действительно есть, но у него, во-первых, есть погрешности, которые, это вам кажется, что пятно хорошо видимо, но на самом деле его спектральные характеристики в разных каналах очень сильно, очень большая дисперсия. И для того, чтобы алгоритмом его выявить, во-первых, нужен довольно долгий припроцессинг, который применяется в каждой отдельной сцене. Если у вас большая территория, например, европейская часть России, то сцен вонсад туда нужно несколько десятков, а сентинелей несколько сотен. И это не то, что можно сделать за короткий период времени. Руками это сделать в этом смысле быстрее. А во-вторых, постпроцессинг, потому что у вас всегда будут выпадающие пиксели и шум, которые вам нужно тоже как-то отфильтровать. Поэтому, конечно, нужно сводить технологии и запросы, и этот процесс на самом деле идет. Но не так все просто. Хотела я выступить в защиту пожарных. А нет задачи отделить это от моря, реки и города. От моря, реки и города это отделяется маской. А вот здесь отделить это от этих участков, которые сильно подтоплены в спектральных признаках, практически очень сложно. От этих пограничных, где тоже подтопленная часть, вы получите тут просто огромное количество шума, вам это нужно генерализовать. Но при генерализации центральная часть гари, которая пройдена более быстро текущим пожаром, у вас выпадет, потому что это пройдено пожаром. Но, например, тут немножко другая структура растительного покрова. Например, более высокая трава, которая прошла под огонь быстро, по ней прошел, она полностью не сгорела. Но это гарь. То есть автоматическими методами так быстро это не получится разделить. Но по поводу алгоритма выявления термоточек, да, вторая штука, которая классная, которая сейчас развивается. А, ну, если у меня есть одна минутка, есть предыстория. Пару лет назад мы были на одной очень технической конференции, где выступал дяденька. Он вышел и сказал, у нас есть амбициозная задача. Через два года у нас будет 118 спутников на орбите, которые будут давать ежедневное обновление покрытия разрешением 3,5 метра. Все такие, ого, ой, а извините, говорит Даненька, я принес его с собой. И он достал из рюкзака вот такой вот маленький спутничек и всем показал. Вот, это миссия Planet.com, и они действительно вот сейчас запустили свои 118 спутников. Тогда мы подумали, ого, мир-то вообще меняется. Потому что если это правда, то через два года у нас будет совершенно другая вообще стратегия работы с данными. Потому что сейчас мы должны скачать этот снимок, да, мы должны его подгрузить куда-то в Argus или в Kugis, в какую-то программу, которая способна с ним работать. Это буквально 2 или 3 пакета программного обеспечения, с которыми надо специально учиться работать и так далее. А сейчас есть Planet.com, которые пока еще, они еще отлаживают свою систему, но может быть года через два вы сможете зайти в браузер и просто подвигать в разных спектральных каналах, задать пределы, в которых у вас выявляется гарь, и это будет. Но процесс-то действительно очень долгий, и мы не можем ждать, пока технологии дойдут. Нам нужно делать это сейчас. Нужно начинать сейчас убеждать людей, что нельзя сжечь, потому что когда технологии до этого дойдут, и каждый сможет щелчком, сидя у себя дома, выделить сигаре, но у нас будет много других задач, возможно, и понятно, что тогда будет. Поэтому спасибо вам всем большое на самом деле за ваш вклад в то, чтобы все было хорошо. Да, прекрасно. Мы, наверное, действительно будем тушить какие-то другие пожары, но прежде чем мы завершимся, просто хотела обратить внимание. Вот здесь у нас есть снимочек, очень приличный снимочек, на самом деле, по качеству. Ну, здесь глазами можно увидеть дегарь, особенно когда вам это показали. Вопрос теперь, Паша, скажи, пожалуйста, ну, примерно, ну, какой процент того массива вот этой вот самой информации составляет этот снимочек? Я бы сказал, что этот снимок еще отдельно обработан, вот, потому что это была презентация. Исходные данные немножко другие, люди долбались очень долго. Вот, сейчас, на самом деле, ситуация чуть получше, потому что снимков за прошедший год стало больше, но даже с тем, что есть, примерно половина из них непригодны из-за облачности, из-за плохих качеств съемки, из-за чего-то еще. Вот, ну, вот еще тоже добавлю чуть-чуть к тому, что сказала Аня. У нас еще достаточно такой хороший пример. Самая большая проблема, вот, то, с чем мы сейчас пытаемся что-то сделать, например, отличить выгоревшее от просто земли, на которой еще ничего не выросло. От того, что не горело, но где уже сошел снежный покров и нет еще там какой-то свежей листвы. Вот, поэтому, да, есть методики, они более-менее неплохо работают пока на каких-то маленьких объемах, вот, но вот наша задача, например, построить автоматическую обработку там на территории хотя бы вот какой-то центральной России. Я не знаю, какой для этого нужен, во-первых, канал интернет, ну, потому что каждый такой снимок, это, по-моему, около гигабайта. И какой нужен дата-центр. Да, 4,5 гигабайта. И какой нужен дата-центр. Вот, когда у меня дома такой будет, я постараюсь что-то на этом построить, но боюсь, что вот пока я смотрю это глазами. Спасибо всем большое. Мы сейчас, просто у нас время истекло, еще минут 9 назад. Вот, но, как видите, в общем-то, проблемы, если их рассмотреть и поговорить с людьми, не кажутся уже такими страшными. Потому что, на самом деле, так или иначе, свои решения мы находим, и мы все-таки это сдвигаем. Вот, и самое главное, ну, для того, чтобы это все решить, это просто собраться, ну, довольно большому количеству людей вместе, договориться и начать что-то делать вместе, то есть помогая друг другу тем, что мы уже сделали. Вот, спасибо вам большое за то, что были, за то, что задавали вопросы. Ну, надеяться, что у вас это тоже как-то просветило. Да? Я, к сожалению, потерял примерно треть своего выступления, которое касалось людей. Одна из тоже, ну, это уже не государство, это немножко другое, это проблема уже всяких волонтерских структур, связана с мотивацией людей, тех, которые, тех, которые деятельностью занимаются. Вот, и специфика нашего проекта в том, что к нам приходят люди, которые хотят тушить пожары. То есть для них это экстрим, это надо прийти потушить пожар. Людей, которые знают, как обрабатывать данные, как их систематизировать, о том, что их вообще надо хранить, у нас крайне немного. И понимание о том, что это нужно делать, приходит не сразу. Вот, поэтому вот эта вот проблема о том, что там ГИСовщики не знают про пожары, пожарные не знают про ГИС, на самом деле очень большая. Вот, про людей еще немножечко хочется сказать. Вот в контексте деятельности, да, вот представленных здесь общественных организаций, есть большая проблема, что, ну, вот, как бы, окей, есть эти открытые данные, да, но кто-то этими данными должен заниматься, кто-то и должен обрабатывать. Вот, и вот, например, я для себя точно решил, что мы ни в коем случае, как общественная организация, не будем делать карты для других городов, например. Мы ни в коем случае не будем за другие города искать их там самые опасные перекрестки и так далее, с одной стороны. Но с другой стороны, да, мы считаем, что важным принципом является принцип открытого делания, открытого кода, открытых действий, да. То есть для нас важно, да, что, вот смотрите, мы вам предложили такой алгоритм, этот алгоритм сможет выполнить любой человек, который умеет в КУГИС, вот, ну, извольте найти у себя в Красноярске человека, умеющего в КУГИС, ну, Господи. Найдите потом, да, там, для каких-то дальнейших действий других специалистов, да. То есть здесь важно, что в этой работе с данными, да, мы не должны, на мой взгляд, уходить вот в какое-то такое создание каких-то организаций или структур, которые бы занимались там всей России, там, всем миром, там, или что-нибудь такое. Да, очень важно, когда открытая разработка ведется на конкретной территории, которая испытывает конкретные проблемы, там, с пожарами, с дорожно-транспортными происшествиями, с пропажем людей и так далее. Чтобы эти специалисты были, чтобы они переживали за эту территорию, и чтобы они действительно делали что-то для места своего проживания. Мне это кажется очень важным.